Ну что, друзья мои, погнали. Моя попытка номер 535. Снимать влоги. 12 лет моей карьеры на YouTube. И я периодически возвращаюсь к мысли, что, блин, надо бы, надо бы снять влоги, т.т.т. Прикольная тема, другой формат. Хоть отдохнёшь от этого вот монотонного сидения на диване и разговоров на умные темы. Я периодически возвращалась к тому, что надо попробовать влоги. Я даже пробовала, я даже их снимала какое-то время. Но всегда какой-то вот был очень сильный такой блок, барьер против этого формата. И всегда всё заканчивалось, не успев начаться. У меня были причём на это даже такие весьма рациональные отговорки, причины из серии. Но я просто не люблю делиться своей жизнью. Я не хочу из своей жизни делать реалити-шоу. Я не хочу портить себе удовольствие, показывая жизнь. Я хочу её наслаждаться и действительно её проживать. Была история маркетинговая, типа, ну, я не могу быть 100% откровенной во влогах, да. Потому что я себя типа дискредитирую как тренера. Если я вдруг покажу своей аудитории, что у меня не всё идеально, да, что у меня может что-то не получаться, что меня может что-то беспокоить. Они же во мне разочаруются, что я не могу, да, просто типа там шарик с жопы отпустить, и всё сбудется. Вот, то есть такая была отмазка. Была отмазка классная из серии. Вот когда я буду в какой-то хорошей стране, классной, красивой, там я буду снимать влоги, а здесь типа серость, осень, нефига снимать, ничего интересного не происходит. Да, вот это вот тоже классное. А что мне снимать? У меня же ничего интересного не происходит. При этом, ну, большинство влогов, они же не про что-то, они просто про жизнь, да, еду куда-то или, не знаю, крашусь или ем, какаю там, что ещё, не знаю. Ну, в общем, обычные дела делаешь и рассказываешь об этом. Но, в принципе, моя, наверное, история в том, что я смотрю только влоги уровня Уилла Смита и Дженнифер Лопеса. Мне кажется, что, ну, вот если ты не живёшь такой жизнью, как Уилл Смит или Дженнифер Лопес, если ты не собираешь там многомиллионные стадионы, не выступаешь на суперкубке, не снимаешь там блокбастеры, не залезаешь пешочком на Бурж Калифу, чтобы пропиарить свою книгу, то типа и не о чем тебе рассказывать, и нафига ты вообще влог какой-то завёл, да. То есть вот такая вот у меня была тема. То есть представление об интересной жизни у меня, ну, прямо скажем, ну, как бы очень такие специфические, да. Вот. И сегодня я утром просыпаюсь и понимаю, что всё вот это, все эти причины, которые я сама себе придумала, это наглый пиздёж. А причина-то на самом деле глобально только одна. Почему я не могу снимать влоги? Потому что мне стыдно. Та-ра-дам-та-рам. То есть никакие остальные страхи, да, предрассудки, убеждения не блокируют меня так, как просто вот это ядовитое, липкое, токсичное чувство стыда из серии. Ну, как же я покажу людям квартиру без дизайнерского ремонта, да, или даже дом, в моём случае, без дизайнерского ремонта. Как же я покажу себя там с недокрашенным, с ненакрашенным лицом. Как же я покажу свой город, да, свою жизнь без фильтров, без прикрас. Как же я поделюсь? Потому что мне стыдно. Потому что я же не Дженнифер Лопес. Я же не дотягиваю, да. Ну, и как бы по опыту знаю, что единственный вообще способ что-то сделать со стыдом, как-то его проработать, как-то от него освободиться, это пойти в него с головой, да. То есть стыд заставляет нас избегать чего-то. Прям вот избегать, не дай бог, только бы не. Единственный способ победить стыд, это пойти в это с головой, поняв, что да, возможно, мне будет стыдно, да, возможно, я буду контактировать со стыдом, да, возможно, я буду сидеть перед фронтальной камерой айфона, которую я, сука, ненавижу, которая делает моё лицо в сто раз родливее, чем вот просто в зеркале и в жизни. И мне будет стыдно, я буду переживать, что обо мне подумают, и будет желание слиться. Но я проживу это, я пропущу это, я продышу это, я стану больше этого, и я просто через это пройду. И когда я через это пройду, поконтактирую со своим стыдом, позволю ему подняться, потом опуститься и в какой-то момент покинуть моё тело, и тогда я стану действительно свободной. Поэтому этот влог носит такой, скорее, терапевтический характер для меня. Я не знаю, буду ли я его выкладывать на канале, на основном, на запасном, буду ли я вообще его выкладывать. Нужно ли это фиг знает? Это нужно в первую очередь мне, да, чтобы перестать смотреть на себя глазами судьи и палача, да, чтобы перестать блокировать себе то, что я хочу больше всего, что мне приносит наибольшее удовольствие, то есть видимость. Я хочу быть видимой. И вопрос, если ты хочешь быть видимой, какого же дрына ты постоянно прячешь в себя? Вика, расскажи мне. Такой вот весёлый внутренний конфликт. Я хочу быть видимой, я хочу быть заметной, я хочу, как Джей Ло, в блестящих купальниках выходить на стадион и вот так вот качать. Олимпийский, я вас не слышу. Но я не разрешаю себе это делать, потому что я не Джей Ло, в блестящих купальниках не сидит, ещё что-то, да, и вот эти вот все причины из этого внутреннего конфликта пора выходить. Пора перестать запрещать себе быть собой, проявлять себя, просто исходя из концепции, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, неполноценная, недостойная, недотягиваю. Дотягиваю. Ну, как-нибудь дотягиваю. Красивый осенний день. Мальчишки мои поехали к бабушке, муж Павел с молодого, и у меня начинается какое-то время для себя. Капец, непривычно саму себя снимать, вообще непонятно, какие ракурсы, как эту вспышку отключить. В общем, короче, начну я день с йоги сейчас. Я перед йогой, поскольку у меня не очень высокая чувствительность, я перед йогой делаю себе такой таро-расклад по чакрам, чтобы понять, что у меня происходит, на каком уровне бытия. Вот я уже вижу, что на первом уровне бытия все хорошо, сила. Вот второй уровень, пласт желаний, хотений, эмоций, да, заблокировано, показано желание, да. Третий уровень, уровень могу, уровень действий, уровень намерений, тоже все не очень хорошо, да, тут владыка скорби. Я действительно это чувствую, что, когда пытаюсь что-то сделать, как будто заранее я обречена на провал. Четвертое сердечное – хорошо, пятое творческое – хорошо, шестая – видение прекрасно, седьмая – смерть интересна. Ну ладно, но я прям вижу, да, потребность и чувствую потребность поработать сейчас со второй и с третьей чакрой. В общем, сейчас будет кундалини-микс на вторую-третью чакру. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас выдвигаюсь из дома по делам. Взяла с собой селфи-палку в кои-то веке. Сколько она у меня уже лет лежит без дела. Не то открываю. Вообще, чтобы я вот так вот по делам одела, ну такие там, к врачу заехать, туда-сюда, то есть ничего особенного. Nothing special. Вот чтобы я ради таких дел накрасилась, ресницы накрасила, губки, щечки – это, конечно, беспрецедентное, скажу вам честно, событие. Если бы не влог, я бы точно ехала не накрашенная. Но хочу сказать, от того, что я сейчас накрашена, у меня намного лучше самочувствие. То есть даже при том, что, может быть, меня никто не увидит, да, может быть, я этот влог не выложу, просто от того, что я себя привела в порядок, мне стало как-то веселее приять. А еще прикольно, что если бы не влог, я бы точно не надела кепку. Я бы надела, скорее всего, либо шапку, либо капюшон. А тут такое, типа, я крутая, а мне мама зимой без шапки разрешает ходить. Это забавно, забавно. Вообще, влог – это такой прикольный инструмент, отслеживать, да, какие-то свои там проекции, моменты. А что я думаю, обо мне думают сейчас в этот момент. Очень, на самом деле, можно прокачать осознанность через этот инструмент. Не знаю, как влогеры снимают из машины, за рулем. Блин, вам это отвлекает от дороги нереально. Я сейчас просто еду, и что я подумала? Что, по большому счету, мы же все живем плюс-минус одной и той же жизнью. Что такое интересная жизнь, неинтересная? У всех плюс-минус одинаковые события происходят в жизни. Мы все там просыпаемся, завтракаем, обедаем, ужинаем, ездим по делам, решаем какие-то вопросы, работаем, отдыхаем. Встречаемся с друзьями, женимся, разводимся, детей заводим. В общем, на спорт ходим. То есть плюс-минус, да, лайфстайл может быть разный, декорации могут быть разные. Кто-то завтракает на Мальдивах, кто-то в Пензе. Но все равно, да, плюс-минус мы живем достаточно похожими форматами жизни, да. И что такое интересная или неинтересная жизнь? Это же, наверное, про интерес. Ну, интерес человека. Условно, есть действительно влогеры, которые интересно показывают, как они завтракают, обедают и ужинают, потому что у них есть интерес к еде. И хотя у меня, может быть, нет такого, да, тотального интереса к еде, мне бывает интересно посмотреть, там, как моя одна знакомая блогерша, миллионщица, как она там выкладывает постоянно сторис из ресторанов и т.д. и т.п. И хотя у меня нет такого интереса, и мне странно показывать, что у меня в тарелке лежит, но на нее мне интересно смотреть и на ее всякие там дегустации и прочее, потому что видно, что ей это интересно, и она как бы транслирует этот интерес своей аудитории, мне там в частности. Вот, поэтому, наверное, все темы из серии вот я ждала, когда у меня там будет какие-то интересные обстоятельства в жизни, чтобы я их показала. Ну, понятно, что когда мне что-то интересное происходит, мне вообще не до того, чтобы вот брать камеру в руки и что-то снимать. Поэтому, наверное, не нужно ждать, когда произойдет что-то особенно интересное, да, чтобы вести там блоги или влоги или сторис. Нужно пробуждать интерес в себе к тому, что с тобой происходит прямо сейчас. И если тебе само это интересно, то тогда, скорее всего, это будет интересно кому-то еще, типа аудитории. Так-то, если уж на то пошло, у меня две недели назад было такое интересное событие в жизни, у меня такая там была лютая драма, такой экшен, что вот там бы влог получился просто, блядь, на миллион просмотров. Но когда я была в эпицентре этого, естественно, мне не хотелось с этим делиться, мне просто вот прям не пристегни покрепче и просто попробуй как-то это прожить. Там был и траур, и вообще все на свете, ну, просто капец был, я даже не знаю, буду сейчас этим делиться или не буду. С одной стороны, это очень люто и драматично, и, ну, как бы, у меня там за две недели жизнь перевернулась, ну, как, наверное, и у многих после, да, 22 сентября. А с другой стороны, пока не понимаю, не чувствую, где-то грань, после которой я готова делиться, а что я хочу все-таки оставить пока приватно. Не знаю пока. Ежегодная веселуха под названием лотерея грин-карт. Не могу сказать, что я как-то на это сильно рассчитываю. Будем объективны, у меня тут слишком большие ожидания, слишком высокая важность, поэтому шансов прям мало. Мало. Ну что, мы сейчас выдвигаемся в студию, чтобы снять новые видосики для Ютуба. Вроде вот всю неделю у меня был какой-то настрой, желание что-то снимать, какие-то темы в голову приходили сегодня, в субботу, вот пришел наконец-то тот день, когда мы можем поехать снять. У меня ресурса ноль, мотивации ноль от съемки видео. Нашла сегодня в Инстаграме у себя пост трехлетней давности, я писала еще на Майорке, когда ребенку был год, о том, что я за 10 лет на Ютубе, за 9 лет на Ютубе очень выгорела, устала от этого формата сидения на диване и разговоров на одни и те же темы. Диваны меняются, темы не меняются, запросы аудитории не меняются, и я от этого устала. Но как развивать свой канал, куда двигаться, не понимаю. Ну, собственно, вот прошло три года, да, я этот вопрос никак им не занималась, просто забила. Ютуб такого не прощает. Алгоритмы Ютуба на мне поставили крест, да, то есть мои видео, у меня там почти 500 тысяч подписчиков, мои новые видео ни у кого не появляются, их никто не видит, да, то есть просмотры у меня просто упали на уровень 10-летней давности. Конечно, это мотивацию не повышает. Но, с другой стороны, дорогу осилит идущий, и тут вариант один, надо что-то пробовать, да, то есть просто придумать как-то не получится. Надо пробовать, 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 искать, слушать себя. Вот это, наверное, главное, слушать себя. Потому что я очень часто исхожу из того, что понравится аудитории, на что хочет посмотреть моя аудитория. Конечно, когда ты ориентируешься на другого человека, ты обречен на какие-то такие вот бесконечные поиски. И только если перестать смотреть по сторонам, кто что снимает, у кого что просматривают, какие видео заходят, чего просит публика, и начать смотреть вглубь себя, только тогда, наверное, можно какой-то достойный новый формат продеть. Небольшая экскурсия по нашей студии, ну, не нашей, но в которой мы обычно снимаем. Тут есть такой уютный уголок, но сегодня темный день. Мы решили сегодня снимать в светлой части зала. Так, ну, будет традиционная у нас картинка. Обожаю эту студию, обожаю этот зал, вот такие панорамные окна. Обычно много света, хотя Россия у нас не супер солнечная страна. Вышла из студии, отсняли мы пару видео. Не могу сказать, что я очень с собой довольна. Вроде бы, ну, нужные темы, вроде бы... Ну, вот у меня нет ощущения удовлетворения. Я не знаю, как это объяснить. Я понимаю, что эти темы нужны, я понимаю, что я сказала какие-то важные, правильные вещи, я понимаю, что многим людям, которые это услышат, это может жизнь изменить. Но у меня какое-то такое ощущение, как будто этот формат я уже переросла, что ли. Как будто мне он уже не так интересен, он меня не зажигает, как раньше. А как в новом формате работать и что делать, я пока не поняла и не совсем понимаю. Я просто специально еще ваше сообщение скопировала. Пока не понимаю. Искренне хочу найти новый формат. Кстати, не думаю, что этот формат влоги, да, не думаю, что, о, вот, я снимаю не на диване, а с руки и рассказываю вам не что-то по сценарию, а что-то от души. О, я не думаю. Я скорее думаю, что это будет такой мой социальный эксперимент, который вообще не факт, что дольше недели продлится, поэтому в плане влогов у меня совсем ожиданий никаких нету, но вот этот студийный формат, ну вот он прям как-то критично мне уже не заходит. Если раньше я думала, что он мне не заходит, потому что, типа, мало просмотров, и у меня все меньше и меньше мотивации, но сейчас я понимаю, нет, все наоборот, он мне не заходит, поэтому все меньше и меньше просмотров. А что мой новый формат? Чем вот я сейчас, я нынешняя горю, потому что я 4 года назад, я сейчас это прям два разных человека, и я все еще в процессе узнавания и познания себя новой. Ну и сейчас так сразу вдогонку я такая думаю, ну окей, а если бы я не задумывалась и не запаривалась там о просмотрах, о рейтингах, о популярности, о монетизации канала, если бы мне вот, ну как бы я на это забила, да, и просто тупо снимала и делала то, что я хочу, то что бы это было? Я такая думаю, блин, ну мне по кайфу сейчас, конечно, актерские сцены там делать и снимать, как я в своей голливудской школе учусь, да, уже два года, и каждую, там, каждые две недели у меня новые партнеры, какая-то новая сцена, и это часто бывает что-то невероятно клевое, и вот это мне прям хочется снимать и выкладывать и делать, но, во-первых, все мои партнеры, они не в России, да, они раскиданы по миру, там от, не знаю, от Вашингтона до Чили, от Токио до Берлина, в общем, они где угодно, но в России у меня вот только буквально там две девочки, да, из моей школы есть в Москве, вот, а в основном большинство моих партнеров где-то за границей, поэтому технически пока не понимаю, ну как бы снимать просто зумы, да, как мы это делаем в зуме, это, ну, не очень прикольно, не очень фотогенично, поэтому не совсем понимаю, как этот формат я могла бы реализовать, вот, ну и не совсем понимаю, кто это вообще будет смотреть, да, отрывки из фильмов, просто какие-то актерские сцены и куски, типа, типа, достаточно сложный продакшн, а для кого это, опять же, и зачем это людям смотреть, опять, опять пока, пока тупик. на секунду забыл, что я лишь тряпичная кукла и даровал мне немного жизни. Вероятно, я не сказал бы всего, что думаю, но я бы больше думала о том, что я говорю. я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше. Я бы знал, что каждая минута с закрытыми глазами это потеря 60 секунд света. Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто. Просыпался бы с первыми лучами солнца, обнажая не только тело, но и душу. Если бы Господь дал мне немного жизни, я заковал бы мою ненависть в лёд и ждал, когда покажется солнце. Если бы у меня было немного жизни, я не проводил бы ни дня, чтобы говорить любимым людям, что я люблю их. Я бы убеждал каждого мужчину и каждую женщину, что они мои любимые. Я бы жил в любви и с любовью. Я бы доказал людям, насколько они неправы, думая, что когда стареют, то перестают любить. Не понимая, что они стареют, потому что перестают влюбляться. Ребёнку я дал бы крылья, но я позволил бы ему самому научиться летать. Стариков я бы научил, что смерть приходит не от старости, но от забвения. Но от забвения. Я ведь тоже многому научился у вас, люди. Я понял, что каждый хочет жить на вершине горы. Я понимаю, что истинное счастье ожидает нас на спуске. Я узнал, что когда новорожденный хватает отцовский палец крошечным своим кулаком, он хватает его навсегда. Я понял, что у одного человека есть право взглянуть на другого сверху вниз лишь за тем, чтобы помочь ему подняться на ноги. я так многому научился у вас, люди. Но в конце концов от этого немного толку. Потому что набив всем этим сундук, я ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok